Глава 4. Святой Иоанн Златоуст в заточении и его блаженная кончина. 404-407 годы. Таким образом, неправда восторжествовала, нечестивые гонители праздновали победу, а величайший праведник, истинно великий светильник для грешного мира, был оскорблен и изгнан. Но торжество это было лишь внешнее и призрачное. Действительной победительницей всегда бывает правда, и хотя бы она была гонима и попираема, хотя бы была увенчана терновым венцом и вознесена на позорный крест, ее победного лика не могут омрачить никакие мученичьи мучения и казни, и она восторжествует над своими мнимыми победителями. Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. А кому принадлежит Царство Небесное, тому принадлежит и победа. Потому что оно только и есть цель всех стремлений и высших домогательств человеческой души. Кто не достоин Царства Небесного, тот есть несчастнейший из несчастных, погубил свою земную жизнь. И хотя бы, видимо, торжествовал победу, в действительности есть побежденный, повернутый в прах и уничтоженный. Все это и оправдалось в последующей судьбе как самого великого угодника Божия Иоанна, так и на его жестоких гонителях. И знав великого святителя из столицы и таким образом достигнув желанной цели своих злобных домогательств, императрица Евдоксия, однако, еще не успокоилась и старалась о том, чтобы поскорее уничтожить самые следы существования Иоанна. Даже и в заточении, в качестве беспомощного узника, Иоанн все еще страшен был для нее, и в ее преступной совести все еще гремели обличительные слова «Опять беснуется и радиада», «Опять метется», «Опять пляшет и рукоплещет», «Опять главы Иоанновой ищет». Одно воспоминание об этих словах приводило ее в злобное неистовство, и она действительно продолжала искать главы Иоанновой. Она не применила дать воинам, отправлявшим его в заточение, строгий наказ, чтобы они обращались со своим узником, возможно, жесточе и всячески оскорбляли его, и это с той целью, дабы умер скорее. Такова сатанинская жестокость этой своенравной женщины. Варварские воины, конечно, были рады стараться, и причиняли великому праведнику всевозможные оскорбления, стараясь всячески отравлять ему жизнь. Посадив его на голову и спину лошака, они с жестокой поспешностью гнали животное, делая в один день такие переходы, какие следовало бы сделать только в два или три дня. Не давая ему ни малейшего отдыха днем, они на ночь останавливались в грязных гостиницах, иногда в еврейских корчмах, а иногда и прямо в блудных домах, совершая при нем всевозможные гнусности. В церковь нигде не позволяли ему входить, и когда он заявлял желание об этом, то его подвергали всяким ругательствам и оскорблениям, и томили голодом, отнимая положенный ему паек. Таков-то был крестный путь великого угодника Божия, направлявшегося к месту своего заточения. Но оскорбление ему причиняли не одни только грубые варвары, воины. Когда случалось им проходить через города, где жили друзья Феофила Александрийского и, следовательно, ожесточенные враги Янна, то и эти, недостойные пастыри, всячески старались излить свою злобу на страдальца. Некоторые совсем не впускали его в город, а другие даже поощряли воинов поступать с ним, возможно, жесточе. Один из его смертельных врагов, епископ Кесарий Каппадокийский, некий Фаретрий, позоривший славную кафедру Василия Великого тем, что его главным занятием была псовая охота на зайцев, едва не погубил его жизни. С притворным гостеприимством, отведя для него особый дом, Фаретрий подговорил монахов, произвести на этот дом нападение и святитель, спасаясь от ярости этих негодных людей, должен был ночью бежать из города, пробираясь по ухабистым горным тропам. Мул под ним при этом споткнулся, и страдалец, упав с него, получил такой сильный ушиб, что долго пролежал в опасном для жизни обмороке. Положение страдальца было бы ужасным, если бы он не носил в своей собственной душе источника той неизреченной радости, которую никто не может отнять в этом мире, и которая нередко прорывалась наружу, когда святитель в безграничном уповании на всевидящий и благоустрояющий промысл Божий неоднократно говорил «Слава Богу за все!». Немалым утешением для него было и то, что по местам его встречали с глубочайшим сочувствием, как епископы, так и народ, и проливали о нем горячие слезы. Особенно трогательно было зрелище в Таврой Киликии, где навстречу ему вышло множество девственниц, которые или слышали когда-то его златословесные беседы, или, по крайней мере, читали его великие творения о девстве, сделавшиеся вечным источником назидания и ободрения для всех подвижниц этого рода. Увидев великого святителя, ведомого в заточении, они огласили воздух громким плачем и, проливая горькие слезы, вопили «Лучше было бы, дабы солнце угасло, нежели у ста Иоанновы умолкли». Это зрелище до глубины души тронуло страдальца, и он плакал и сам, находя себе в то же время великое утешение в столь искреннем и глубоком сочувствии даже со стороны тех, которых он никогда раньше не видел и не имел о них никакого попечения. 89. Местом ссылки для святого Иоанна назначена была отдаленная и бедная деревня Кукус в Малой Армении, терявшаяся в одной из глухих долин Дикого Тавра, где гнездилось разбойничья, племя и саврийцев, которые то и дело совершали набеги на окружающее селение, производя грабежи и убийства. В этой живой могиле и должен был проживать бывший патриарх столичного города. Враги его могли бы наконец успокоиться, если бы гнев Божий и возмущенная совесть не явились грозной карой для них за совершенную ими неправду. Слух о совершившемся в Константинополе насилии возмутил всех даже на далеком западе. Папа Иннокентий I, узнав о подробностях дела, сообщил обо всем императору Гонорию и просил его ходатайствовать перед своим братом, которому со своей стороны написал сильное и трогательное письмо. «Кровь брата моего Иоанна», — писал он, — «вопьет к Богу на тебя, царь, как в древности кровь Авеля праведно вопияла на братоубийцу Хаина, и она будет отомщена, потому что ты во время мира воздвиг гонение на церковь Божию и знал ее истинного пастыря, и знал вместе с тем и Христа, а стадо вручил не пастырям, а наемникам». Гонорий со своей стороны также писал брату, укоряя его в неразумной жестокости и отправил посольство для расследования дела. Но Аркадий, считая уже дело непоправимым и, главнее всего, опасаясь злого нрава Евдоксии, перешел, как это обыкновенно бывает с слабыми натурами, от малодушия к дерзости и отнесся к посольству своего брата с оскорбительным пренебрежением, хотя в душе и терзался сознанием допущенной им неправоты. Между тем, праведный гнев Божий начал производить должное воздаяние всем совершителям зла. В сентябре 404 года над Константинополем разразилась страшная буря с градом чудовищной величины, который в один миг истребил жатвы и сады. Вместе с тем раздавались глухие подземные удары, и Мать-Земля стонала и колыхалась под ногами нечестивцев, как бы не вынося совершившегося позора. 6 октября того же года отозвана была к судилищу Бога Живого и сама императрица Евдоксия. Жаждая смерти великого праведника, она сама скорее подверглась смерти и умерла в мучительных страданиях от родов. За ней с изумительной быстротой понесли заслуженную кару и другие из главных злоумышленников и врагов угодника Божия. Так епископ Кирин Халкидонский, один из главных деятелей печального собора при Дубе, подвергся страшной болезни от разбереженной ему мозоли, на которую нечаянно ступил епископ Маруфа. У него сгнили ноги, и несмотря на то, что неоднократно совершалась ампутация, он умер от Антонова огня. Один из врагов святителя получил смертельный ушиб при падении с лошади. Другой умер от гнойной водянки, третий от рака на языке, заставившего его сознаться, стяготевшим на его душе мрачным преступлением. Феофил Александрийский временно избегал суда человеческого, также впоследствии не избег суда Божия. От крайнего напряжения в своих злобных ущищрениях он помешался и умер скоропостижно от паралича. Если не телесно, то еще более душевно терзался заполученный император Аркадий, который, освободившись наконец от невыносимой тирании своей злонравной супруги, хотел найти себе облегчение о сердечной туге в молитвах пустынников. Но когда он обратился с просьбой помолиться за него к знаменитому синайскому отшельнику Нилу, то отшельник с истинной твердостью и дерзновением древних пророков отписал ему, «По какому праву желаешь ты, чтобы царствующий град избавлен был от опустошающих его землетрясений? Когда в нем совершаются такие преступления, нечестие с неслыханной наглостью возводится в закон, и когда из него изнан столб церкви, светила истины, труба Христова, блаженный епископ Иоанн, «Как можешь ты желать, чтобы я согласился молиться об этом злосчастном городе, потрясенном всесокрушающим гневом небес, когда я изнываю от скорби, потрясен духом, и когда мое сердце разрывается от злодеяний, совершенных на твоих глазах против всех законов?» Так праведный гнев Божий карал делателей зла, и они, думая праздновать свою победу, в действительности несли страшное поражение, терзаясь и душой, и телом. А в это самое время великий угодник Божий, державшийся того христианского убеждения, что Господня земля и все, что наполняет ее, нашел в себе успокоение и даже радость в самом Кукузе, который своей удаленностью от суеты грешного мира как бы вновь возвратил его к пустынно-жительству столь сладостному для его утомленного невзгодами духа. Там у него нашлись и почитатели, в лице местного эпископа Аделфия, и именитого жителя деревни Диаскора, который предоставил в распоряжение святителя свой дом и заботился о всех его нуждах. Не забыли его и старые друзья, и многие из них приходили посетить его в заточении, даже из Константинополя и Антиохии. Особенно сочувственно отозвались антиохийцы, эти возлюбленнейшие его духовные дети, которых он более всего любил, и для блага которых более всего потрудился. Когда слух о заточении святого Иоанна дошел до Антиохии, то из нее потянулись кукуз целые караваны поклонников и почитателей, так что ничтожная армянская деревня сделалась для них как бы местом благочестивого паломничества. Недаром озлобленные враги святителя с ярой завистью говорили «Вся Антиохия в кукузе!» И сам святитель не забывал своих прежних друзей и духовных чад. Он вел с ними оживленную переписку и особенно с благочестивой деканицей Олимпиады, сохранившиеся до нас письма, которые дышат глубоко христианской любовью святителя и отца церкви, не перестававшего из в своем заточении пищить о духовном благе своих чад. Переписывался он и со многими епископами, как восточными, так и западными. И в этих письмах оставался все тем же великим святителем, который как бы забыл о своем собственном печальном положении, продолжал заботиться о благе и преуспеянии Церкви Христовой. Мало того, он не оставлял из своей заветной мечты возможно шире распространять Царство Божие среди сидящих во тьме и сени смертной. Сам, находясь в заточении, он, подобно апостолу Павлу во время его нахождения в узах, продолжал заботиться о спасении других и вновь обращал свои взоры к Финикии, где так много уже сделал для разогнания языческой тьмы. Он заботился о снаряжении туда новой миссии, старался утверждать уже ранее основанное там церкви. Неподалеку от него находилась Персия, которая первоначально предоставляла весьма благоприятную почву для распространения Евангелия. Но в это время христиане стали там подвергаться ожесточенным гонениям, как враги государству. Многие христиане кровью запечатлели свою преданность вере, и положение всех было угнетенное. И вот великий святитель пришел на помощь и к этим угнетенным христианам, и своей апостольской ревностью поддержал христианство и в этой стране. Но более всего его занимала мысль о просвещении светом евангельской истины, полуварварских готов. Эту молодую силу, которая в своем непросвещенном состоянии представляла грозу для христианского цивилизованного мира. А с принятием православной веры могла бы обновить дряхлевший греко-римский мир. Таким образом, ничтожная армянская деревня, которая раньше едва ли кому была известна, теперь сделалась средоточием апостольства, лучи которого распространялись далеко, во все страны света. И все это потому, что в этой деревне закрочено было великое духовное светило мира, светившее не заимствованным, а своим собственным духовным светом. 93. Когда таким образом неизложенный и униженный всяческий патриарх и в своем далеком заточении продолжал оставаться все тем же светилом миру, каким он был в Антиокии и Константинополе, и когда жалкая деревня Кукус угрожала затмить самый Константинополь, все это стало до крайности беспокоить тех, кому возвышение Иоанна было равносильно их собственному посрамлению. Все, уцелевшие от праведной кары Божией и оправившиеся от страхов враги его, а их еще было много, вновь пришли в движение и стали замышлять новые ковы против низверженного ими святителя. А они думали, что он уже умер для них, а между тем он оказывался жив и начинал сосредотачивать на себе глаза всего христианского мира. Смотрите, переговаривались они между собой, как этот мертвец становится опасным для живых и своих победителей. Им уже мерещился страшный призрак, как бы Иоанн вновь не возвратился на Константинопольский престол, где он, по их мнению, должным образом расправился бы со своими врагами. И это казалось тем естественнее, что слабый преемник его, Арсакий, вскоре помер. Нужно принять меры, чтобы поскорее похоронить его. И действительно, они приняли все меры к тому. Пущены были в ход все обычные в таких случаях интриги и подходы для того, чтобы разрушить столь опасное для них гнездо, каким сделалась деревня Кукус. И вот они добились того, что приказано было удалить оттуда Иоанна и перевезти в новое место заточения, в Пифи-Унд. Это был самый отдаленный город империи, лежавший между Понтом и Колхидой на берегу Черного моря, в стране дикой и пустынной, почти всецело предоставленной варварам. Приказ был дан внезапно, в июне 407 года, с запрещением всякой отсрочки. И вот воины грубо схватили великого святителя и, не дав ему хорошенько проститься с жителями, сделавшейся дорогой его сердцу деревни Кукус, повлекли его вновь в далекий, трудный и неизвестный путь. Святой Иоанн был уже до крайности ослаблен невзгодами и болезнями, ускорившими для него наступление старческой немощи. И потому это новое ужасное путешествие под конвоем грубых воинов, которым было приказано обращаться с ним жестоко и беспощадно, было уже ему не под силу. Духом он по-прежнему был бодр, непоколебим в своем уповании на промысл Божий, и с безграничной покорностью воли Божией, без всякого опасения, готов был переселиться и в новое место его заточения, оставаясь все при том же убеждении, что Господня земля и все, что наполняет ее. И никакие страдания не могли исторнуть какого-либо ропота или жалобы из надорванной груди того, уста которого привыкли повторять «Слава Богу за все!» Но тело его было уже дряхло и немощно. И потому, когда жестокие воины, исполняя приказ своих бесчеловечных начальников, заставляли великого угодника Божия, то с обнаженной головой идти по каменистой дороге под палящими жгучими лучами солнца, то дрогнуть под проливными дождями, страдалец не выдержал. Силы его стали быстро падать. И когда после трех месяцев беспрерывного пути воины прибыли со своим узником в каманы в Понте и, по своему обычаю, не останавливаясь в самом городе, сделали привал с ним за городом, близ церкви святого Василиска, то святитель Иоанн совсем ослабел и не мог уже двигаться. Ночью ему было видение. Явился сам святой Василиск, епископ, замученный при Максимине, и сказал ему, «Мужайся, мой брат Иоанн, завтра мы будем вместе». С наступлением утра святитель, чувствуя полное изнеможение, просил воинов, чтобы они хоть на несколько часов отложили путешествие. Но они грубо отказали ему в этом и жестокостью поволокли его дальше. И только уже убедившись, что он находится при последнем издыхании, вернулись назад к церкви святого Василиска. Тогда, напрягнув все свои силы, страдалец вошел в церковь и, спросив себе полное церковное одеяние, облачился в него, а дорожные одежды раздал присутствующим. Совершив божественную литургию, он затем причастился к святых тайн и потом несколько времени молился пламенно и громким голосом. Но вот голос его начал все более и более ослабевать. С удивлением и благоговением приступили к нему присутствовавшие, и, поддерживая его, клонившиеся вниз тела, слышали, как уста его едва внятно лепетали, «Слава Богу за все!» Осинив себя за тем крестным знаменем, великий угодник Божий простер свои ноги и сказал «Аминь!» Предал дух свой Богу! 95. Это было 14 сентября 407 года. Ему было 60 лет от роду, век невеликий, и из него он в течение шести с половиной лет был архиепископом, а три года и три месяца провел заточение. Слава великого святителя была так велика, что весть о его кончине быстро разнеслась по всем окрестностям, и отовсюду собрались во множестве и священники, и девственницы, и отшельники, а за ними и несметная масса народа, и все с благоговением теснились ко гробу почившего владыки, чтобы хоть раз взглянуть в лик угодника Божий и поклониться его праху. Прах его с торжеством погребен был в церкви, рядом с мощами священномученика Василийская, накануне призвавшего его к себе для пребывания вместе не только под сводами земной церкви, но и в святозарном царстве славы неизвеченной. Когда весть о кончине златословесного учителя дошла до Антиохии и Константинополя, то и там она повергла всех в неописанное горе. Народ громко рыдал и проклинал тех, кто погубил великого святителя, и все, близко знавшие его, восторженно рассказывали о великих делах его милосердия, о его святой жизни и о его дивном златословесном учении. Впоследствии, когда злоба смертельных врагов смолкнув пред гробом почившего святителя, именно при императоре Феодосии, и мощи его были торжественно перенесены в Константинополь в 438 год, и таким образом прах был во дворю в той самой церкви святых апостолов, из которой некогда был с позором изнан живой носитель его архиепископ Иоанн. Вот в кратких чертах жизнь того великого и вселенского учителя церкви святого Иоанна Златоуста, творение которого в полном их собрании предлагается благочестивому русскому православному народу. Дивной и необычайно была его жизнь, исполненная подвигов и страданий. В этом отношении он навсегда сделался блистательным образцом христианского самоотвержения, терпения и покорности воли Божьей. Тяжелый скорбен был его жизненный путь, но он в то же время озарен был лучами той радости неизреченной, которая даже во мраке земных невзгод и страданий уже предвкушает сладость небесного блаженства. Таким же тяжелым и скорбен бывает жизненный путь из всех истинных христиан, которым сам их божественный учитель сказал «В мире будете иметь скорбь». Но всем им открыт также и доступ к источнику той радости неизреченной, которую испытывал святой Иоанн среди своих ужасных страданий. И тайну этого духовного счастья он раскрыл в своих дивных творениях, с благоговейным вниманием читая которые, всякий христианин постигнет истинный смысл жизни и вместе с ним будет от полноты сердца повторять «Слава Богу за все! Аминь!» Алла Путин